То, что происходит сейчас в экономике, можно назвать соревнованием между центральными банками на тему, кто же больше накачает экономику деньгами. Есть два больших претендента на первое место, это Федрезерв и ЕЦБ. Политику Федрезерва мы обозревали в одном из предыдущих видеороликов, а в этом видео мы поговорим про ЕЦБ и про его монетарную политику. А также поговорим про позицию, которую я рекомендовал у себя в Телеграм-канале, про ее текущий финансовый результат и будущие перспективы. Ну а с вами Андрей Михайлес, желаю вам приятного просмотра. На сегодняшний день монетарная политика ЕЦБ состоит из следующих пунктов и из следующих программ. Первая большая программа это Pandemic Emergency Purchase Program, которая не так давно была расширена с 600 миллиардов до 1 триллиона 350 миллиардов евро. Это программа по выкупу активов, которая включает в себя как государственные облигации, так и корпоративные. То есть под эту программу попадает очень большой спектр различных активов. Срок, в течение которого эта программа будет действовать, то есть активы будут выкупаться по этой программе, на сегодняшний день расширен до июня 2021 года. Также действует программа по выкупу активов, которая уже стала стандартной. И размер этой программы на сегодняшний день составляет 20 миллиардов евро в месяц. Кроме того, в рамках этой программы до конца этого года будет дополнительно выкуплено активов на сумму в 120 миллиардов евро. Три ставки, которыми ЕЦБ формирует свою монетарную политику на сегодняшний день, составляют 0%, 0,25% и минус 0,5%. Первая ставка, это ставка, когда банки занимают на неделю, то есть если они занимают на неделю, они занимают под 0%, если деньги им нужны в течение суток, то они занимают под 0,25% годовых и 0,5% это ставка на активы банков, которые они размещают у ЕЦБ. Соответственно, если банки размещают деньги в ЕЦБ, то они платят ЕЦБ 0,5% в год. Конечно же, здесь тоже нужно отметить, что не на все активы действует такая ставка, то есть там есть тоже свои нюансы, но тем не менее, официально эта ставка выглядит таким образом. Еще одна большая программа монетарной политики ЕЦБ, это так называемая ТЛТРО. Это программа, по которой банки могут занимать деньги у ЕЦБ под залог долгов, связанных с нефинансовыми корпорациями, то есть это корпоративные долги, а также с долгами домохозяйств. По сути, в рамках этой программы ЕЦБ берет на себя риски банков, которые кредитуют нефинансовые организации и кредитуют домохозяйство. То есть эта программа имеет две основных особенности. Во-первых, эта программа позволяет банкам на себя брать больше риска, то есть кредитовать более рисковые виды бизнеса и тем самым стимулировать экономическую активность. Во-вторых, это позволяет снизить уровень ставок по государственным долгам. Таким образом, страны, входящие в еврозону, способны занимать по более низким ставкам и, соответственно, иметь более низкую стоимость обслуживания этого долга. И размер этой программы очень огромный. На сегодняшний день подано заявок на 24 июня на сумму 1,3 трлн евро. То есть столько банки хотят занять на сегодняшний день у ЕЦБ под залог тех долгов, которые у них сейчас существуют. На сегодняшний день это уже третий раунд ЛТРО от ЕЦБ. Графически эта программа выглядит следующим образом. То есть здесь мы видим второй раунд, который постепенно экспирировался. И сейчас мы видим третий раунд, который превышает предыдущие раунды по этой программе. И это говорит о том, что ЕЦБ готово предоставить банкам столько ликвидности, сколько им необходимо. То есть проблем с ликвидностью испытывать не будет никто. А та статистика, которую мы видим по еврозоне, она является разочаровывающей. То есть торговый баланс хуже ожиданий. Платежный баланс статистика, которую мы увидели сегодня, тоже хуже ожиданий. И в целом остальная макро статистика, которую мы видим по еврозоне, говорит о том, что мы не только не можем говорить о уменьшении этих стимулирующих мер, а можем говорить об увеличении стимулирующих мер в течение этого года. То есть проблем с ликвидностью не будет. ЕЦБ скорее всего продолжит накачивать систему ликвидностью и увеличивать предложение евро. И все это говорит о том, что причин для роста евро не так уж и много. Единственная причина для роста евро это ослабление доллара. То есть других причин для роста евро на сегодняшний день мы не видим. Исходя из этого, не так давно в своем телеграм-канале я рекомендовал сделку по продаже опционов колл на фьючерс евро на страйке 1.18. Страйк был взят для примера. Конечно же я продаю более сложные конструкции с закрытым риском, но тем не менее это позволяет понять саму суть этой идеи. То есть за этот опцион на страйке 1.18 в момент этой рекомендации можно было получить порядка 500 долларов. На сегодняшний день эти опционы стоят около 200 долларов и текущая прибыль составляет порядка 60% от максимальных значений. Поэтому если вам интересно получать от меня больше торговых идей, больше торговых рекомендаций и в целом вы хотите лучше разбираться в том, что происходит сейчас на рынке, обязательно подписывайтесь на этот телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому видеоролику. Что касается перспектив этой сделки, то как я уже говорил, я не вижу причин, по которым евро может расти. Да, что-то может поменяться, может ухудшиться ситуация в Соединенных Штатах, политическая, например, там что-то еще может произойти, но на горизонте этих причин пока что мы не видим. Технически евро нашло поддержку в районе 1.12 и вроде бы показывает признаки силы. Но если мы посмотрим на эту ситуацию на более мелком таймфрейме, то мы увидим, что здесь вышел объем с реакцией вниз. То есть даже технически мы видим, что медведи превалируют на рынке. То есть в данный конкретный момент времени я эту позицию удерживаю и ожидаю получить от нее еще больше прибыли. Если вы хотите больше узнать про опционы и про стратегию продажи опционов, то обязательно посмотрите мой последний семинар. Вот он, кстати, здесь. Ссылка на него будет в описании к этому видеоролику. Также в описании к этому видео будет ссылка на методичку по этой системе и ссылка на мой большой курс по продаже опционов. Кроме того, там будут мои контакты. Если вы хотите задать мне вопросы по обучению, вопросы по этой системе, пишите мне и мы проведем с вами консультацию. На этом у меня все. Если видео вам оказалось интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. С вами был Андрей Михайлов. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok